Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Этого блюда у меня, кстати, на канале ни разу не было, ни разу! Некоторые блюда даже повторялись по несколько раз. Сегодня у нас с вами будет тышпара. Это что-то вроде, наверное, русских пельмешек, но просто они очень мелкие и, на удивление, имеют абсолютно другой вкус. Вот абсолютно другой. Хотя, по идее, состав почти один и тот же. Их подают вот так вот, но вот эту воду обычно никто не пьет. Просто кушают вот эти пельмешечки. Пельмешечки. Она должна быть очень мелкая. Душпара должна быть очень мелкая. Посыпают мятой. Я особо не посыпаю, у меня как-то без мяты. Это тоже нормуль. Здесь у меня сметаночка. Вообще, по идее, так не едят. Здесь сметана вообще неприменима. Но я ем, как ем. Вот так вот перемешиваем. Получается просто обалденно. Я хотела взять еще больше тарелочку. Но потом мама сказала, что если ты возьмешь еще больше тарелочку, нам ничего не останется. Так что... Как это вкусно, ребята. Вот по идее, состав такой же, как и у пельмешек. Но на вкус они совершенно другие. Просто обалдеть. Я сразу 3-4. Рецепт в инфобоксе. Мы готовили на кулинарный наш канал, который называется iCook. Если вы до сих пор не подписаны, обязательно сделайте это. И у нас здесь есть такая поговорка. Я дословно вам делаю перевод. Что когда мужчина такой, знаете, ух-ух-ух, да, мужчина? Ух-ух-ух. Он говорит своей жене, что на одной ложке должно быть 8 тысяч пяря. Ну, здесь не настолько они мелкие. Я ем с огурчиком и с помидорчиком. По идее, так не едят. Это просто кайф, ребята. Это просто... Объедение. Давайте начнем с вопросов. Потому что в вчерашнем видео я заскринила вопросы. Все подготовила. Как начала рассказывать там про работу. Кем я работала в университетские годы. Вот как только начинается какая-то тема, у меня сразу миллион историй, которые я хочу вам рассказать. Влияет ли длина и частота выпуска видео на активность канала? Райом скажу так. Когда выпускаешь видео пореже, подписчики успевают их всех смотреть. И смотрят. Когда выпускаешь слишком часто, многие не успевают смотреть. Это раз. Во-вторых, люди смотрят только те темы, которые им нравятся. Вот. Я почему так часто снимаю? Главное. Я боюсь потерять интерес своей аудитории. Потому что я думаю, что люди, которые подписаны на меня, в чем-то похожи на меня. И я такой человек, когда блогер долго не выпускает видео. У меня просто пропадает интерес. Вот я вам говорила, да? Анна Кузочка. Я ее смотрела. А сейчас как у нее просмотры, да? Упали. Я ее обожаю. Мне она очень нравится. Ну, просто, знаете, в месяц одно видео. В две недели одно видео. Или в неделю одно видео. Для меня это очень мало. Меня хотя бы через день. Чтобы я не скучала. А если это происходит реже, то просто как-то, знаете, теряется интерес. И все. Поэтому я боюсь потерять ваш интерес. И снимаю как можно чаще. Плюс-минус. Знаете, если я в неделю одно видео буду снимать, то это видео будет набирать, ну, 60-70 тысяч. А так у меня в среднем 40 тысяч набирает. Правильно? Но меня так устраивает. Не хочу заставлять вас ждать. Кстати, как вам мой свитер? Каждый раз, когда я одеваю этот свитер, надо мной все прикалываются. Говорят, разбогатела. Ты, слушай, разбогатела. Уже фензи нотишь. Ну, понятное дело, что это не оригинал. Но каждый раз надо мной стебутся, когда я одеваю эту кофточку. Мне нравится. На ней же не написано, что это не оригинал. На ней же не написано только габбана. Нормально. Если бы у меня не было работы, я бы выпускала в день по три видео. Вы бы просто задрались. Вы бы сказали, айка, да хватит, ты уже надоела. Вы бы все отписались и сказали, сколько можно вся лента в себе. Так что радуйте. Знаете, вроде я устала. Так много работала сегодня. Снимала влог. Снимали на кулинарный канал три блюда, которые мне еще до 12, до часу ночи монтировать. Но у меня настолько замечательное настроение, потому что такие классные у нас сотрудники, то есть коллеги, да, они такие прикольные, такие веселые. Иногда даже вот читаешь комментарии, одна девочка под влогом написала, говорит, вот волосы, говорит, а не то, что мои, говорит, кудрявая мочалка. Просто настолько это слово кудрявая мочалка меня развеселила. Я так ржать начала прям по весь голос. Иногда комментарии, это вообще нечто. Как хорошо, что есть люди с чувством юмора. Обожаю вас, ребята. Шутите побольше. Это просто нечто, ребята. Вроде состав такой же, как и у пельмешек, но, блин, это совсем другое. Вот здесь у меня на ложке 5 штук. Теперь на ложке ни одной штуки. Учитесь. Учитесь. Я же вам говорила, что я в Инстаграме видела, как один парень взял кусочек торта и полностью засунул в рот. Так вот. Что вы думаете, я сделала? Я уже несколько дней репетирую, как можно взять торты полностью засунуть в рот. Каждый раз, когда я пытаюсь это сделать, я проверяю, никого нету, вот нету, нету. Все, начинаю. И заходит моя мама и говорит, блин, что за хрень, говорит, еще этого не хватало. Научись, говорит, танцевать лескинку. Научись, говорит, чему-то полезному. Моя мама говорит, вот что это такое, как засунуть в рот целиком кусок торта. Но я знаю, что если даже мама меня не понимает, меня поймете вы. Блин, как вкусно-то. Это одно из моих любимых просто блюд. Кстати, насчет кулинарного канала. Иногда мы там что-то готовим и все сразу начинают писать, вот, скоро будет мук-панк. Но не всегда получается. Вот, например, котлеты на косточке. Когда мы готовили, я уже думала, все, буду снимать мук-панк. Так получилось, что после того, как мы приготовили, к нам пришли гости. Мы же не можем вот эти вот котлеты взять, убрать в сторону, что Айка будет снимать мук-панк, ей там ведро котлет надо. То есть не всегда получается. Поэтому это мак, KFC, туда-сюда. Настроение хорошее такое. Не прям хочется сделать, что-то такое. Поэтому, блин, сейчас комментарии будут. Напишут мне пару ласковых. Следующий вопрос. Обязательно ли соблюдать традиции? Как ты считаешь? Вообще, если брать все азербайджанские традиции, большинство из них мне нравится, потому что Азербайджан, скажем, в нем развивается, становится современней. Если сравнивать, например, с другими кавказскими, с кавказскими, с закавказскими странами. Азербайджан очень хорошо развивается и большинство традиций хорошие. Мне нравится лично. Но не все. Например, была такая традиция раньше. Невеста на свадьбе танцует и ей в руки дают деньги. А еще хуже, вот так вот кидают деньги. Она танцует и кидают деньги. Такой традиции давным-давно... Ребята, они заканчиваются. Такой традиции уже давным-давно нет. Мне еще, знаете, корр... Ой, вырезать сколько всего придется. Мне, знаете, какая традиция не нравится. Вот, например, свадьба, правильно? Парень заходит к невесте. Невеста уже в платье и за дверью стоит. Я вам рассказывала, да, по-моему, за дверью стоит какая-то подружка невесты и просит выкуп за то, что она откроет дверь. И она может попросить сколько угодно и жених должен отдать эти деньги. Это немножко, знаете, попрошайничеством попахивает. Я не люблю такие традиции. Мне вообще они не нравятся. Я была на той свадьбе и там, знаете, как было... Там просто дверь была закрыта и парню задавали вопросы касательно невесты. Насколько хорошо он знает свою будущую жену. Угу. И вот за каждый неотвеченный вопрос он должен был отдавать какую-то символическую сумму. Это, во-первых, было смешно, интересно, угарно. И в то же время не выглядело тупо как попрошайничество. Ребяточки, все. Все. Я просто не хочу сильно касаться тарелки. А мы с вами сделаем вот так. Да, простит меня моя мать, но... Ох, как вкусно, господи. У меня нож сжечь просто пробивает. Я думаю, это оставить или вырезать в видео. Если я вырежу, никто не поверит, поэтому оставляем. цель достигнута. Три штучки, оказывается, здесь остались. Будь честным, я хочу добавки. Как же это вкусно, ребята. Я очень извиняюсь за такую дикость, за такой бескультуре, за такое плебейство. Но, блин, это было очень вкусно, честно. Я здесь чай приготовила уже. Ой-ой-ой, какой чай. Кстати, еще ссылочка в инфобоксе будет на вот такие вот сладости, азербайджанские. Называется очень вкусно. Я просто, естественно, осталась голодная. Я пойду просить себе добавки. На этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Я постараюсь сегодня выложить еще одно видео. Опять же, мукбанг. Не обещаю, но я очень постараюсь. Я вас очень сильно люблю. С вами Блайк Эмили. Всем пока!